Всем здорова, соучастники! Купили мы в этом месте три кладовки 290, 420 и 530. Вот так выглядела первая кладовка. На первый взгляд очень мусорно, много одежды, клюшки для гольфа, здесь коробочка что-то связана с оружием и целое ведро покерных фишек. Но вдруг кто-то выносил из казино и складывал? А может много-много выиграли, но так и не обменяли. Шансы очень небольшие, скорее всего, что это обычные фишки, но проверить очень хотелось. И в итоге выиграли им этот мусорный склад аж за 420 долларов. Ну давайте посмотрим, настоящие фишки или нет. Выглядит мусорно, согласен. Весло, а к веслу что-то будет. И что фишки? Ого, тяжелые. А написано казино Лас-Вегас. И кто-то подумает, что это хорошо, но на самом деле нет, потому что должно быть название казино. А если названия казино нет, то что-то такие универсальные фишки для домашней игры в покер. Но на самом деле очень тяжелые, хорошие. Было бы на них написано Лас-Вегас Беладжо или Цезарь или Люксор. И все, сразу едем в Лас-Вегас. И здесь десятки тысяч долларов, а может сто тысяч, не знаю. Но люди играли в покер, уже хороший знак. Но значит было время развлекаться и были деньги. А поэтому может что-то и осталось. Посмотрим, что за помповик. А это был приклад. Так может и помповик где-то здесь. Казино Лас-Вегас-Невада. Такая подарочная подушка. Пусто. Спорт Ганс. Ну да. Тоже пусто. А это Гоупро. Всякие держатели на камеру. Пригодится. Плюшки для гольфа. Марвел. Вот такой постер. Плюшки для гольфа есть. Ну, кстати, новые запечатанные прям в пленке еще. Кожаная куртка. Такая грубая кожа. Это Дима спрашивал. Денис Чердак приезжает, но я не буду делать вечеринку 90-х. И Дима спрашивал, нет ли кожаной куртки. Вот. Теперь есть. Пойдет Дима на дискотеку, как браток 90-х. А это шахматы. Это же шахматы. Ух ты. Оловянные. Тяжеленькие. А еще и шашки. Ну все, можно в Чапаеву порубиться. А то шахматы слишком сложные и долго. А Чапаев раз, два, три и все, и партия. Еще шахматы. А эти стеклянные. Часы Дисней. На батареечках. Залез дальше сюда. Тренировочные мечи. Катаны. И еще фишки. Ого. Какая-то скороварка или что-то. По доллару, по пять. Ну, вот такими наборами. А здесь кабура. Магазин. Магазин. Ну, вот это немножко побольше, да? Смит Инвестс. Ну, а где сам Смит Инвестс? Айфончик. Хороший вентилятор. Прямо хороший. Надеюсь, что? Тяжеленький уровень. И что-то такое. Какой-то шприц. Для чего? Для инъекций. Грилл Бест Инжекшн. В общем, жарить стейки. Какие-то инъекции в мясо делать. И здесь тяжелое. Термопро. Электронный градусник. Вот к нему подключается такой проводок. И там такая металлическая игла. Она вводится в мясо. И при приготовлении можно смотреть, какая температура внутри. Ну, так, чтобы не пережарить. Здесь какой-то компьютер. Эй, сир. Вот такой тоненький. Полностью целый. Ну, прикольно. Да, тут от него и зарядка даже есть. Это, кстати, фильтр для аквариума. Вон трубки к нему идут. Новый стоит 270 долларов. Ну, а будешь нам уже долларов 100. Здесь какие-то коробочки. Там еще что-то. Сейчас позвоню Евгению. Они приедут и будем все выносить. А я пока пойду посмотрю следующие кладовки. Еще такой очень старый пыльный юнит. Вот столько много мебели здесь. Я думал, что он будет долларов 200-300. А оказалось более 500. На фотографиях почти все было закрыто матрасами. Здесь тоже мебель. А с этой стороны было видно сундук и коробочки. И непонятно было, сколько там коробочек. Но все равно решили рискнуть. И в итоге выиграли мы этот брошенный склад за 530 долларов. И что здесь? Ну, есть какие-то коробочки. Там вроде швейная машинка. Ну, было видно сундук. Вот эту коробочку. Поэтому и ставили. Давайте посмотрим. Старая металлическая лампа. А это металл, да? Ну, проверим. Может, еще и маркировку какую-то найдем. А если нет, 50. До 100 долларов. Это керамика. Ну что, посмотрим, что за старой мебелью спрятано. Ой-ой-ой. Кто любит сундуки? Я думаю, что все любят сундуки, да? Ну, как не сундуки, а то, что в них спрятано. Если там грязные старые простыни, то никто не любит сундуки. Поэтому надо смотреть, что внутри. Давайте посмотрим, что в коробочке. Все для парикмахера, да? Винтажный салон красоты такой. А здесь в коробке еще одна старая лампа. Тоже очень старый провод. 1978 год. Ну да, где-то вещам так и соответствует. Видно, что салон красоты тоже тех времен где-то. Так, ну хорошо. Сундук. Тоже все старенькое. А, запашок такой. Винтажными духами. Ланком. В общем, какие-то крема. Если бы на фотографиях я не вот так выглядел, то было бы еще дороже. Оказывается, немало коробок. Что в этом сундучке? Тоже всякая старенькая. Какие-то игрушки. Новые запечатаны. Здесь с бирками. Ух ты, вообще отпад. Вот что у Димы будет под кожаной курткой на дискотеке 90-х. У чердака. Я думаю, что здесь одежда на такую вечеринку мы найдем много. И все новое запечатано. Уже хорошо. Кто-то сделал. Ясно. Старые игрушки. И даже новые носочки. Все здесь. Все уже новое, новое. Все новое. Но я выдачил эту сумку отсюда. Оказывается, вон там еще сколько. Много всего. Да, матрасы сэкономили. Много денег на покупки этого сторожа. Так бы пришлось платить раза в два больше. А там все коробочки. И в пакетах, наверное, вещи. А в этой сумке уже какие-то брошки. Серебро нет. Стоит какой-то штамп. А остальное похоже на бижутерию. Здесь тоже бижутерия, да? Здесь печатная машинка. Мы вообще не пользовались. Написано май 76-го года. Написано, что покрытие золота 24-го. Такое зеркало и такая расческа. Видно, что покрытие уже облезло. Ну да, я ему уже столько лет, что. Спички, спички. Хотвилса. И еще коллекция спичек. Здесь какое-то зеркало. Тоже вроде бижутерия. Вот это может золотишко. Ладно, потом перепрыгнем. Как раз приехал Евгений. Документы нашел. 1930-й год рождения. Вот такие старые документы. И, кстати, мебель не пустая. Что-то есть. Смотри-ка, пепельница. Джапан, между прочим. Тебе в бильярдную комнату на второй этаж. А третья перенес уже. Сам стол перенес? Да. Сильный. Все старое, мелкое и хорошо запечатанное. Какие-то игрушечки. Тоже много фарфора. Ослик. А это тоже пепельница. Будда. Медель Джапан. Много всего. Все мелкое. У себя уже пересмотрим. Меха. Каракуль. Норка. Абрахамин Страус. И что Абрахамин Страус? Нью-Йорк. Нью-Йорк. Пальто. Почти современно. Смотри, какие пуговицы. Австрия. Наконец-то. А комод тяжелый. Забитый внутри полностью. Здесь монетки. Серебряные. Это 2000-ый. Новые, да? Современные. Какие ставки? Карты. Колян. Наверное, карты. Серега. Золото. Сереге всегда золото. Пожалуйста, маникюрный набор. Золотой. Золотой. Серега, выиграл. Выиграл. Табуреточка. Подписано Ebersole. И что, сколько стоит? А, ну да, вот она в проданных 64 доллара. Пожалуйста. Ну, да, 50 баксов, короче. Швейная машинка называется Fleetwood. Ну, кстати, хорошее состояние еще. И вполне возможно, что это ювелирная шкатулка. Как ее достать? Либо нитки. Либо нитки. Давай проверим. А-а-а, ем-е-м. Ты как знал. Ну да, пуговицы. А в этот раз я его катал, видишь? Еще одна швейная машинка. Дрессмейкер. Пошел винтажный бар. 2002-й. Мерло. Курвазия. Это тебе? Это мне в мини-бар. Веси-опи. Так, куда ты мне довезешь? Майя. У них тоже пробки были такие, да? Еще Мерло. Калифорния. 99-й год. Резерва. 2006-й. Документы. Смотри, что здесь есть. Diamond Garanty. Бриллиант. Общий вес 2 карата. Был продан в 1975 году за 1395 долларов. 1400 долларов в 1975 году. Представляешь, сколько сейчас стоит? Ну, хорошо, гарантии есть. А где сам Diamond? Не доискал. Надо искать эти, какие-то керосиновые лампы. Надо пойти в другую кладовку, забирать оттуда матрасы. А то у нас трак почти полный. Не, покрытие. Ну, вот тоже чашечка. Silver Plate Rogers. Пошли туда матрасы вытащим. Вот такая третья кладовка в этом месте. С этой стороны матрасы. Ну, а есть немало коробочек. И выиграли мы ее за 290 долларов. Вот параматрасы вам надо забрать. И ловит он коробку. Ну, где ловит он коробку. И здесь тоже. Вот Hot Wheels. Все новое. Вот Hot Wheels. И здесь тоже. Тоже новое. Много кофейных чашечек. Так, может, у них был какой-то ресторанчик или кофейни. Здесь стаканчики. Еще стаканы. Ну, это пластиковые. На лодку нам пойдет. Здесь все. Ножи, ножи. Много царелек. Да, какая-то кафешка. Смотри, какая штука у нас теперь есть. Можно напитки всякие разливать. А там еще одна. И если емкость, можно фрукты добавлять. Или лед. Какие-то выездные мероприятия, видимо, были. Много такой посуды. Еще какие-то игрушки. Думал, нашел большой бриллиант. Но нет, это такая ручка от двери. Какие-то пазлы. И еще новые. Похоже на какие-то возвраты амазоновские. Угу. 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 Сыпался. Да, здесь тоже все новое, синус. О, головоломки тебе нашел. Ну, первый этап, это как их оттуда достать. Уже. А нет, здесь легко. Ну. Все подряд. Инструменты, игрушки. Держи, калькулятор. Синус и косинус, наконец-то. Это, говоришь, в жизни никогда не пригодится. Вот, будешь считать. Зачем? Зачем, не знаю. Вот, еще все новое. Да, игрушки, игрушки. Много. А здесь. И здесь тоже. Да, тоже игрушки, игрушки. А он еще помарул. Поп тоже вот и вот. Все игрушки. Так, хорошо. Здесь тоже новое. Балковский нож, кстати, 3071. Бутылка-вентилятор. Брызгаешь и охлаждаешься. Еще запечатано все к разным. Игрушки, смотри. Ну, хорошо. Ну, ладно, оставляй. Пошли искать кольцо у бабушки два карата. Она уже где-то там лежит, правильно? За этим потом, короче, обнемся. А здесь у бабушки продолжение. Еще стаканы, какие-то вазы, статуэтки. Кружки. В общем, много всего. Сложатся тут. Здесь вазы. Кассетничек. Вот винтаж-винтаж. Видишь, без пробега совсем. Один на лист стоит. Еще коробки-коробки. В пакетах много одежды. Так, а смотри, в пакетах здесь. Здесь не вещи. Да, тут все, коробочки всякие. За шкафом. Ну, в общем, может быть, все, что угодно, да? Ну, да, как шкафы освобождали. Просто в пакетах все сбрасывали и все. Много новой одежды. Майнсбиггер. Типа у меня больше. Здесь новая, здесь новая. Вот так понакупали и все. Ну, все винтажно. А здесь лотереи сколько, посмотрите. Ого. А это все карточки в казино. Ну, они в лотереи выигрывали. В 97-м году выиграли 2500 долларов. Еще карточки. Добрались до комода. И что у тебя? У меня очки, очки, очки. Бижутеры. Бижутеры, пожалуйста. Коля, ну. Крутые. Прям боюсь смотреть. Доставай. Браслет. Да. Золотой. А, чьи, листемые. Позолоченные. Неба или как это назвать. Посеребный. Дать перчатки. Пусть уже поздно. Вот. А, вот браслет. Я перепутал его. Но еще покушь. Еще кому-то. Нет коробочек, нет коробочек. О. Бижутерия. Это не стегру. Вот, смотри. Браслет. А это? О, у меня тяжелое. Вот. Сейчас закрепит. Что-то написано вроде бы тут. Еще биски. Вот, вот здесь. Есть? Смотри, чек я выписал. 89-й год. Кому-то чек выписал 26 тысяч долларов. А деньги где? Много еще пакетов коробок. Там за стеклом тоже все забито. Смотри, какие карточки. Вот эти вот, может быть, самые дорогие. Ну, там внутри видишь, по много штук. Надо будет все открывать. И вон тоже много-много. Ну, давай программу потом у себя проверим. Ну, вот только вот эти могут стоить. Много всего. Не все еще перебрали. Много новых футболок. Вон, пожалуйста, казино. Видно, много там денег оставили. Я думаю, что на днях все переберем. Если попадется что-то особенное, расскажем в следующем выпуске. А пока что мы уже нашли. Этот браслет, я подумал, что это не серебро. А оказывается, это серебро. А здесь стоит клеймо 925 Мексика. Тоже серебро-серебро. Золотые сережечки. Бриллиант на два карата пока не нашли. Пока. Пока. Пакетов много еще. Карточки особо дорога не стоит. Тоже карточки, тоже карточки. В первом юнете было весло. Я подумал, что в углу лежит надувной матрас. А оказывается, это была надувная лодка. Я же говорю весло не просто так. А, подожди, это не лодка. Это доска. А, вот такая надувная. Надувная большая. Прикольно. И вот эта с веслом. Она толстая очень, да, такая. Но они не дешевые. Вот, привязывается к ноге. А мы думали, лодка. 500 долларов, 650. Ну, это новая. А бушный долларов 200-250. Ну, вот. Уже хорошая находка. А еще там в такой упаковке был, оказывается, это барабан. Ну, что, скворечник. Да нет, уличный барабан. Садятся и... Некоторые стоят 100 долларов, некоторые 200, даже 300 есть. В общем, и что получается? У нас еще будет юнит военного. А пока посчитаем эти три кладовки. Они все плюсовые. И то, что мы уже посчитали. Какая прибыль? Ну, около 2000 будет. 2000 будет, да? Ну, надо будет еще это перебрать. Может, еще найдется и 2 карата бриллиант и все остальное. А еще у бабушки нашелся такой телефон. Моторола-раскладушка. Не супер винтаж, но все равно. На дискотеку 90-х пойдет. Я на выходных уезжаю, у меня пойти не получится. А Дима на дискотеку пойдет. Поэтому он сейчас зайдет за курткой. Часть денег от этой вечеринки пойдет на хорошие дела. Поэтому мы такие мероприятия поддерживаем. У нас, кстати, еще много винтажных телефонов. Сейчас покажу. И что у нас есть? 3310. Кто помнит этот телефон? Ну, это более современная модель. А такое? 5160. А куда этот чехол дел? Вот. Чехли должен быть. Одевается на пояс. Модно, стильно, современно. Круто. Вот это был шик, по-моему. Поэтому, кто в моем пойдет на вечеринку, ссылка будет в описании. Если кому-нибудь нужны будут аксессуары, пишите Дмитрию, он все это заберет. Я думаю, что он там и раздаст это все. А это еще не все. А еще, с прошлых юнитов, пожалуйста, цепи. Все есть. Ждем Дмитрия. А Евгений еще нашел такую цепь. Вот это цепура, да? Но на самом деле Евгений это ошейник. Это для собаки. Но здоровое и тяжелое. Да. Это с наших вечеринок, с теплых торников. Ну, у нас вход закрыт. Да. Ну, ладно. Приехал Дима. Так, твоя куртка. Держи. Да, нормально, рукавчики подкатишь, да и все. А то ты в 90-е по-другому ходил. Так, телефон, цепь, где? Вот все лежит. Это для питбуля, добермана, стафаршистского триера. Вот такая есть, хочешь? Ты так не ходил, нет? Так, как будто ты уже ларечек один открыл. И ты на пути второго ларька на рынке. Да, да, да. Особенно обувь. Так что так пойдешь. Или спортивный костюм. А только что позвонил наш друг пианист. Помните, он как-то приезжал с одной из своих студенток. И помогал нам тестить пианино Стэнвэй. Которую мы нашли в Юнити. И позже продали почти за 3000 долларов. Так вот, он сейчас проезжает мимо. Мы ему рассказали про вечеринку. Он сказал, что тоже хочет пойти. И спрашивает, есть ли у нас какой-то костюм. Серджио Тачини, смотри. Не хочешь? Адидас. Луи Виттон. Это 90-е, нет? Нет. Ладно. Здорово. Ну-ка. С билетом на дискач 90-х ты башляешь. Понял? Готов. Нормально? В самый раз вообще. Ну, лоховская тема такая. Ну, ничего, пойдем. Как под тебя шит. Купили полнейший мусорник. Ну, прямо мусор-мусор. Вот так это выглядело на фотографии. Здесь военная форма. Много обуви. И вот так забито под самый потолок. Но было видно очень интересный кейс. Такой овальной формы, без углов. А значит, вряд ли там оружие. Но было очень интересно посмотреть. В итоге выиграли мы эту колдовку за 320 долларов. А вместе с комиссией будет 350. Вот такой вот. Кроссовки нет. А это знаешь что? Вайные ботинки. Парадные. Парадные армейские ботинки, да. Такие бушные долларов 60 стоят. Кроссовки. Вот второй. Найки. Кроссовки, кроссовки. Ну, еще было очень интересно, что это за кейс такой. Какой-то необычный, видишь? Круглый. Открывай. О, духовой инструмент. Флейта. Такая флейта. Кларнет. Кларнет. Не серебряный. Так может он был в этом, в оркестре, в военном. Сайломер. Ну, уже хорошо. То есть ты понимаешь, что здесь? А, здесь и будет этот. Здоровый духовой инструмент. Труба. Ну, какая-то труба, да. Саксофон. Да, вот смотри, какой большой. Ну, давай доставать, посмотрим. Так, 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 так. О, видишь, как я аккуратно. Еще есть большой сундук. Документ. Рюкзак. А где оружие? Еще форма. Пожалуйста, обувь. Еще ботинок. Здесь, кстати, а вот это может быть флейта. Что-то тяжелое. Да? Давай, поднимай. Вот, видишь, бафер тоже. Клара нет. Не получается вытащить кейс. Знаешь почему? Потому что внизу он расширяется. Это же труба. Так получается. Точнее, не контрабас. Не контрабас. А тут еще оказывается даже детский велосипед. Так, чтобы мало тебе не показалось. Обувь, обувь, все, обувь. А велосипеды не один, их здесь два. Еще армейский рюкзак. И там велосипеды придавили эту трубу, поэтому надо сверху все чистить. Еще форма, еще форма. Смотри, сколько. Ну, хорошо, а где обувь? Вот столько формы. И штаны, и куртки. Хорошо, а кобура где? Ничего нет. Полтаскивали велосипеды. Вот один, и вон второй поменьше. Можно вытащить кейс. А вон еще одна труба. То есть, если здесь не пусто, их уже две. И вон какой-то кейс. Все, меняем бизнес. Открываем оркестр и будем гастролировать. Будешь гастролировать? Посмотрим, что здесь все. Ого! Что? Нихрена. Да, он же тяжелый. Но это точно не флейта. Вот там название есть. Ямаха. О, Ямаха, ничего себе. Ямаха. Ямаха, это круто. А ну, по номеру посмотри. Вот эта модель у меня нет? А похожая? Цвет вот это не все золотые, а вот таких вот. Золотые. Я так хотела золотую? У меня есть золотая, вот. Фортон 660. О, смотри, вот она. Ё-моё. Держи. Ну, кой будешь играть? Осторожно, не упади на трубу. А специально гудок? Не гудок, а манок называется. Ну, вот так. Раз, раз, раз. Отлично, отлично. Да хорошо, а что это тогда за кейс? Вот смотри, один кейс. И вон вдалеке, по-моему, там гитара. Блин, я сломал. Труба тоже. Что ты сломал уже? Тоже труба. Ус, ус. Тихо, тихо, тихо. Это тоже рабочая. Рабочая, да? Всё, работает, отлично. Так, ну смотри, я ещё одну нашёл. О, это будет знаешь, там. То есть, в наш оркестр ещё нужны профессиональные музыканты. Ну, кроме нас. Давай посмотрим, что здесь. Так, это закрываем. Так, и что здесь? Ух ты. Мон штуки есть. Да, я махатушку. Какой он? 321. Узывается Яфониум. Яфониум? Я так и думал. И что? Сколько стоит? Дорого стоит. Дорого? Да, 1300. 1300, 1400, 1900, 2. Две. Ну, есть и подешевле. Ну, минимум 500 долларов. Ну, то есть, от 500 до 1500 может стоить, да? Ну, хорошо. Тяжёлый. На тебе, ты будешь трубить в то, я буду трубить в то. И здесь ещё гитара, по-моему, да? Там ещё какое-то военное снаряжение. То ли палатки, то ли не ясно. Ну, ещё кроссовки. Гитара. Похоже. Это камин. Ну, кстати, может быть не дешёвый. Ну, вроде целый, смотри. 360 или 380. Japan, японский. Не хватает одной струны, так бы, конечно, я сыграл хорошо. Сколько стоит? 700 тысяч. 700, 1900. Ладно, посмотрим. Много обуви. Ещё ботинки. Кстати, похоже, что новые вообще. Много нашивок нашёл. Зачем столько? Четыре рюкзака и ни одного ствола. Как такое нужно? Четыре тромбона. Да, четыре тромбона. Так это был квартет. Оказывается, это не палатка там. Скорее всего, что раскладушка. Ну-ка, это кровать. Ну, да. И вот так. Удобно. На пикничок. Когда кто-то рубит дрова, когда кто-то готовит еду. А ты себе на такой кровати. Очень удобно, да? Кстати, а оба велосипеда новая полностью. Колёсики накачало всё и вперёд. А это называется туба. Труба поменьше, эуфониум. Приехал Косян, забрал всю военную форму. Было два полных бина. Он знает, что с этим делать. А во сколько мы оценим духовые инструменты? Так, вот это самый большой духовой инструмент. Сколько этот стоит? От 700 до полутора тысяч. До полутора тысяч. Давай в 700 оценим. В 700. Хорошо. Вот это эуфониум, да? Да. Стубы очень похожи. Ну, давай мундштуки. Мундштуку, да. Да? Сколько этот стоит? Тоже от 700 до полутора тысяч. Оценим в 700. Получается 700 и 700 тысяч и 400. А этот сколько? Ну, в таком состоянии 100 долларов. Ну, немножко примятый, но подумаешь. Может, звучит хорошо, просто мы плохо играем. Все равно 100 долларов. Да. Ну, ладно, 100 долларов. А во сколько оценим гитару? Гитара около 1000. Ну, 600 минимум. Но она там по 1000-1000 с чем-то продана, но по оффер. Такамин очень хорошая японская компания. Ну, кстати, вполне может стоить 1000. По-моему, 600 фу-парс было продано на запчасти. 700 долларов, короче. 700. Открываем музыкальный магазин. Все по 700. А, ну и 100 на сдачу. А этот кларнет? Недорогой. 100-150 долларов. 100-150. Ладно, недорого, согласен. Так, мобил набросано здесь. Фейковое золото. Ролик с фейковым. Так, хорошо. А вот этот кларнет? А этот кларнет намного дороже. Он 1933 года. На нем есть серийный номер. И в продаже подобной модели стоят и по 4000 долларов. Конкретно этого года не нашли. Не точно такой же, согласен. Поэтому может стоить от 500 до 2500. До 2500. Будем выставлять на аукцион. На аукцион пойдет. То есть у военного мы нашли предметы даже лучше, чем оружие. Получается так. Да. Вот такие находки. Из прошлого выпуска у нас есть три комментарии, которые выигрывают по 100 долларов. Поздравляем победителей. Пришлите нам сообщение на почту. Сегодня у нас юниты тоже плюсовые, поэтому сегодня тоже рубрика «Приятная соточка». Но нашему другу пьянисту я сказал, что когда он был в прошлый раз и оставил специально соточку на розыгрыш для соучастников, то в комментариях было много благодарных. В общем, все были довольны. И он говорит, а можно еще раз? Говорю, ну не знаю, тоже уже оставлял. А он, ну пожалуйста. Ну, короче, уговорил. Еще раз он оставил соточку специально на розыгрыш для соучастников. Добавьте в ваш комментарий ключевое слово. Винтаж. Винтаж. И ваш комментарий будет участвовать в розыгрыше 100 долларов в следующем выпуске. Вот такой сегодня был выпуск. Всем огромное спасибо за просмотры. Нет войне. Мы всем желаем крепчайшего здоровья. Берегите себя. Всем пока. Всем пока. Пока.